Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мать моя женщина, Андрей вернулся. Да, ребята, приехал в Фургалмобиль 2.0, Андрей. Но, конечно, сегодня у него было не без приключений. Снова к нему пристали. Якобы колеса у него не те стоят. Но ничего, вроде бы отстояли машину. Машину. Здравствуйте, Сергей Син. Здравствуйте. Мы не уйдем. В Хабаровске 12 часов. Люди подходят. Сотрудники полиции снова на месте. Охраняют свое крыльцо. Дорогой Хабаровск, добрый день. Кристина Челябин с вами. Мы вас любим. Добрый день, Марина. Добрый день, Марина. Да, вчера Андрей отбился. Но сегодня вот они к нему снова. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Да не нам не надо. Спасибо большое. Прекрасивая прокуратура. Здравствуйте, Татьяна Красильникова. Вот сотрудник полиции с крыльца говорит об административной ответственности. Здравствуйте. Вы представляете, что участие не конкурировано. Прекрасивая прокуратура, не знаю, на штрафы там не все. Как-то Марина вроде как. Да. Но сейчас-то ее нету. Можно ларико отдать. Думаешь? Да, она передаст наш номер. Здравствуйте, можно находиться на службе? Когда есть все. Новенькие сотрудники полиции с камерами. Здравствуйте, вы представляете, что участие не санкционировано в Нитинге. Прекрасивая прокуратура, не знаю, на штрафах. Другие технологии с камерами. Ну и нюансами, как говорили. Ш besoin, не знаю, как говорили. Так, журналисты перевели. Зачем вы нас снимаете? Мы здесь план! Мы здесь план! Мы здесь план! Мы здесь план! а именно журналистов, не активистов. Смотрите, всех журналистов он прошел, снял, а вот теперь только он переключается на активистов. Смотрите, почему-то сегодня сотрудник полиции снимает именно с журналистов. Кстати, вот он, Ростислав. Здравствуйте, сейчас. Друзья, сегодня сбор подписей идет у нас. Там Белый Солик, Валентин, Зиланков, поддержка Сергея Ивановича. По просьбе адвокатов, мы собираем подписи. Там два вопроса на повестке дня. Просто сегодня первый день. У нас две недели. Мы должны брать подписи со всех городов. Глава вопроса. Первый вопрос о изменении мероприятия Сергея Ивановича. Первый вопрос о открытых судебных заседаниях. Чтобы искали с ним, что посвящали. Если Иванович говорит, что у них есть доказательства, мы должны это видеть. Мы должны знать, что происходит в этом году. Как рост закрывается в Иванович. Все это мы должны делать. Поэтому главный вопрос. Сегодня собираются подписи. А до скольки они там будут? Ну, пока вот после... Ну, часа два сегодня. Потом мы отрегулируем, как это в рабочие дни. Где это будет делать? Может, машины какие-то будут? Но, хочу сразу предупредить, что это не требует согласования. Это не является... Там нет инфекционных материалов, там нет плакатов. Просто, делать вам рекомендует. Не администрировать. Не было уголовное. Делать вам рекомендует. Не бойтесь. Спасибо. А, смотрите, у нас идет сбор подписей в поддержку Сергея Ивановича. Возле ларька на площади Ленина стоит Валентин и собирают подписи для адвокатов. Это попросили адвокаты Сергея Ивановича Фургала в поддержку. Сегодня первый день подписи, поэтому кто может, кто не может сегодня, обязательно подходите, подписывайте. Подписчики Ростислав, подписчик спрашивает. Спроси у Ростислава, Андрей поедет, если поедет, то я за Валидолом пойду сейчас. Поедет не Андрей. Фургалмобиль поедет. А что, он зря приехал? Все понятно, спасибо. Но Фургалмобиль поедет, но за рулем будет не Андрей. Фургалмобиль поедет. Фургалмобиль поедет. Фургалмобиль поедет. Татьяна читает закон. Татьяна читает закон, сотруднику полиции, аварий, катастрофы, массовых беспорядков и массовых скоплений. Так вы нам тоже мешаете? А также местности, в которых объявляются чрезвычайные заложения, прислушиваться на митингах и демонстрациях. Это закон о СМИ. Что относится ко мне? Вы закон о СМИ знаете? Татьяна пытается донести до сотрудника полиции, что мы СМИ и имеем право снимать. Но сотрудник полиции все же не пускает у нас журналистов на крыльцо. Татьяна читает закон. А также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение, присутствовать на митингах и демонстрациях. Вы знаете этот закон? Да. Вы не имеете права нарушать закон, даже если вы журналисты. Вы должны препятствовать действия сотрудника полиции. А в чем я препятствую вашему работе? Я же вас не устраняю. Вы не устраняете? Да. А вы тоже не можете мне препятствовать и говорить, отойдите в сторону. Да, я вас поняла. Спасибо вам большое. Все, Татьяну запустили, но тем условием, что она не будет препятствовать сотрудникам полиции. По какой причине сотрудник отказывается представляться? Вообще, мне комментарии нет. У нее же все туда. Я вас прошу представиться. Я прошу вас представиться. Я не комментарий, я прошу вас представиться. Сообщите мне, пожалуйста, телефон доверия, по которому могу отправить. Что? Но к вам же обращается гражданин, вы должны представиться. Серьезно? Вы при исполнении? Вы сейчас при исполнении? Я очень удивлен. Вы почему такую агрессию гражданам? Мы вас просим что-то особенного? Федеральный закон обязывает вас представляться. При обращении вы к выявлению по яку. Федеральная полиция обязывает вас, когда гражданин к вам обращается, представиться. Статья пятая, частью. Он хочет сделать, может быть, заявление. Он не знает, как к вам обращаться. Чем вы подтвердите то, что вы сотрудник полиции? Форма, она в общем доступе. Значок вы могли найти. Да можно, мы могли своровать у кого-то. Я не буду в комментариях. Я прошу комментарий, я прошу. Представьтесь, пожалуйста, в соответствии федерального закона о полиции. Я в фильме видел, когда у сотрудника украли и форму, и значок все украли. И все, и потом преступник бегал, одетый в форму сотрудника. Реально, законопослушный гражданин Филипп. Почему вы требуете от граждан соблюдения законов, а сами законы не выполняете? Все ваши требования должны быть законными. В чем ваши законы требуют? Девушка, оденьте маску, вы нарушаете масочный режим. Отойдите, пожалуйста. Масочный режим у нас по рекомендации. На улице я могу не одевать маску, так что не надо тут рассказывать нам. Почему вы предъявляете какие-то требования, а сами законы не соблюдаете? А кто ввел этот режим? Где документы на этот счет? Где приказ Путина? Подписи вон. Просто неизвестный человек пытается что-то сказать нам про маски. Мы можем быть уверены, что вы сотрудник полиции? А как вы можете предъявлять какие-то требования, если вы не сотрудничаете? То есть если вы сейчас будете меня как-то... Вы мешаете работать с сотрудником, у него тогда функция. Как это сотрудничаете? У меня сомнения. Уже к трем сотрудникам они не... Вот вы представили. Пошла помощь. Ну почему он не представляется? Ну, во-первых, они исполняют службу, выполняют... Без комментариев. Неизвестный человек нам говорит, чтобы мы соблюдали дистанцию. Почему сотрудники не представляются? Почему не представляются? Чем мы мешаем? А у меня к вам уже нет никаких вопросов. Вы сами подходите. Вот старшего лейтенанта, если попрошу представиться, он выйдет. Вы сами его подвели ко мне. Я с места не двигался. Вы хотите 19-3 ко мне примут или что? Почему опять такая шло? Стоя нарушает. Я подвели 5 минут вообще не двигался с этого места. Вы старшего лейтенанта сами ко мне подвинут. Вы провоцируете. Да на что это надо quartz painting? Представился? Выполнить фенеральный закон о полиции это провокация? Выполнить закон о полиции это провокация? Выполнить закон о полиции это провокация? А где провокацию есть фенеральный закон о полиции? Он обязан представиться, если гражданин к нему обращается. Вы нашли? Рас�� partially меня здесь не написано. Вы нашли телефон доверия? Потом я знаю как сюрплись. сообщите всем, все хотят услышать почему вы уходите? вы же нашли его громко играет музыка не слышно, громко музыка играет музыку выключите попросите выключить музыку и потом скажите в мегафон просто люди не слышат я правильно понял, что вы отказываете чтобы вы приставились а почему столько проблем было до этого? сотрудник полиции все-таки приставился добрый день, Людмила Мовчан здравствуйте, 30-е, 10-е, 20-е 12-17 наши все лица сегодня зафиксированы ждем, теперь ждем не просто так сегодня вышел сотрудник полиции с камерой и снимал именно лица журналистов пойдемте пока почитаем у нас почитаем пока наши плакаты заказчики Сергея Ивановича фургала отзовитесь народ должен знать своих героев в лицо здравствуйте просыпайся народ поднимайся страна Россией правит сатана да, сотрудники полиции сегодня вообще не в настроении кричат вот еще у нас предстрастный суд разбоя злее судьи враги король спит закон принимайте гражданина шоу народный губернатор наш выбор наш фургал прекратите аресты митингующих здравствуйте Лазис, Джон Наби, Хабаровск, вы герои Оренбург с вами спасибо, что смотрите сегодня шествие состоится и возможно скорее точнее скорее будет полный круг потому что в Хабаровске погода позволяет нету ни снега ни дождя дорога чистая напомню сегодня приехал Кристина, пожалуйста, спросите, где можно подписать петицию завтра просит у нас Катерина да, хорошо, я сейчас увижу Ростислава и покажу обязательно а, фургал мобиль у нас здесь Хабаровский край терпения вам Нижний Новгород с вами Сергей Королев спасибо давайте так после шествия я вернусь на площадь и мы подойдем к Валентину который сейчас сидит с листовками для петиции и мы узнаем когда и где если не сегодня можно будет подписать то есть что знаете про петиции Сергея Ивановича поддержки Валентина вы сказали своим Ростиславом сказать что там Валентин возле вонтового река сидит собирает подписи это попросили им адвокаты 20 человек вы там своим скажете а у вас же сохранится потом эфир да 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 вчера где-то в чатах присылали переписку где шоу с рафин до того Егорова не надо все ведать и там типа помоги работали не платят и никуда кто придет Ставижн Ставижн какая-то там как их зовут Ставижн там и там Валентин сидит в подписи там в поддержку Сергея Ивановича это попросили адвокаты именно и вот людям так если что надо говорить чтобы они туда приходят подписи вот так что это выглядит опять дайте денег мне Валентин ты знаешь всего возможно Я с большим сомнениям отношусь вот ко всем на этой правозащитной леди Татьяна Ли Хабаровский край терпения Вамтула с вами Спасибо за поддержку Спасибо что смотрите Давайте прогуляемся вокруг Посмотрим, что происходит там. Смотрите, Фургал, Дегтярев, Хабаровчане. Кравчук и Дегтярев лживые людишки. За путинскую мзду творят свои делишки, а мы приходим сами. Вот такой вот плакат держит женщина. Спасибо. Пойдемте прогуляемся дальше. Посмотрим, что у нас с этой стороны, сколько здесь у нас народу. Паваровчане будут стоять до половины еще 7 минут. Видим, как люди подходят еще. Вот, видим, видим, люди подходят. Ну, в принципе, еще 7 минут. Здравствуйте. Подписи собираем. А что за подписи? Расскажите. Подписи собирают адвокаты под руководством Лешникова и нашей сенатора Хабаровского края в Москве. Значит, за изменение меры пресечения, освобождение СИЗО под домашний арест и проведение открытого суда. А вот скажите, вот Ростислав нам про это уже рассказал. А вот сегодня вы собираете, а когда еще можно будет? 14 дней будем собирать. Да, мы можем по районам ездить, в северный микрорайон, там, потом, какие-то большие точки, площадки, по другим микрорайонам. Спасибо. Вот, южный микрорайон будет в южном парке, в северном, в Хабаровске будем собирать. Ну, и здесь на площади. Все, ясно, спасибо. Так, ну, надеюсь, вы услышали, будут ездить машины, собирать подписи. Ну, как бы, вот, у нас Фургала под домашний арест адвоката попросили собрать подписи. Что, вы еще не подписали? Нет. Почему? Потому что мы только пришли. Там Валентин собирает, вот там, и вот еще вот так вот ходят. Сколько подписей мы собрали? Не знаю. Много. Много. Чем больше, тем лучше, наверное. Вертолетики летают. Там, там, наверху. Спасибо. Приятно. Ладно. Прогуляюсь дальше. Так, вы что-то там про маски спрашивали, я потеряла ваш комментарий. На протяжении 14 дней будут собираться подписи для того, чтобы Сергея Ивановича отправили на домашний арест. А мужчина, скорее всего, плохо знает, который сейчас нам попался на пути, поэтому я переспрошу у Ростислава и переспрошу у Валентина, где и когда можно будет еще собрать. Сейчас уже люди пойдут в шествия, поэтому, когда мы вернемся, я обязательно у них спрошу. Давайте прогуляемся. Пойдем. Эшники, кстати, на месте сотрудников полиции сегодня очень много. Вот они ходят, ходят, ходят. Очень громко играет музыка. Вот она. Сегодня, кстати, с самого утра. Снова ломятся в дверь эшники к податеву. К Светлане пытаются уже третий день подряд ее забрать. Но вот у них ничего не получается, дверь не открывают. Люди стали громче кричать, громче стала играть музыка. Путин в историю уже вошел тем, что Гитлера превзошел. Народ начинает движение. Так, народ начинает движение, но почему-то в другую сторону. Не знаете почему? Нет. Так, люди у нас пошли в другую сторону. Люди вышли в противоположную сторону постоянного маршрута. Не знаешь почему люди пошли в обратную сторону? Эшники идут прямо в толпе со всеми. Так, люди стоят, ждут. Фургаломобиль. Фургаломобиль. Вот выезжает с парковки Фургаломобиль 2.0. Фургаломобиль. С огромными колонками. Что происходит, пока непонятно, куда идут люди. Но они явно идут за Фургаломобилем. Так, несмотря на то, что сегодня пытались остановить Фургаломобиль Андрея за то, что у него якобы колеса не в том месте. Смотрите, вот сотрудники полиции замешкались, а они не ожидали, что люди пойдут в другое направление. Так, смотрим. Вот этот вот мужчина включает вот тут музыку на площади. Вот стоит аппаратура, и вот этот мужчина подключил его. Борис, мы нашли, откуда музыка играет. Вот этот вот мужчина, вот вон там ее включает, вон там. Мы нашли, откуда музыка. И кто ее включает? Да, да, это они подключают, я видела. Так, почему поменялся маршрут, неизвестно, никто не знает. Ну, куда-то ведет нас Фургаломобиль. А вы заметили, Борис, что сегодня, когда вышел с рупором полицейский, второй вышел с камерой и снимал не протестующих, а именно журналистов. А он какой-то новенький был. Да, и он почему-то снимал именно журналистов, а не людей. Как-то очень странно. Город cepали. Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Респект тебе, Кристина, в разведку тебя! Да, сегодня действительно, пока я ходила за кофе, я увидела, кто включает музыку, подошла к ним, говорю, для чего вы это делаете? А их было там... Четыре мужчины стояло в масках. Я говорю, для чего вы это делаете? И они такие быстренько отвернулись, когда я камеру до встала. Не ответили, конечно. Очень жалко. А, вот у нас, смотрите, ребята, это нодовцы, которые кричат, стоп, майдан, стоп, майдан. Они вот здесь, каждый предатель, говорят. Стоп, майдан, стоп, майдан, стоп, майдан. Друзья, мы видим предателей нашего артечества. Идут несанкционированные шерты, разрушают нашу государственность. Стоп, майдан, стоп, майдан, стоп, майдан. Вот, это люди, нодовцы. Стоп, майдан, стоп, майдан, стоп, майдан. Это вообще... это зомбированные люди. Не допустят нарушение государственности России. Не допустят не санкционированные... А люди идут, и они говорят, стоп, майдан, народ. Вы обрешаете закон, вы двигаетесь несанкционированным, если вы нарушители закона. Это и есть Майдан. Большие группы людей идут и публично нарушают закон. Это и есть Майдан. Это и есть подпись того в периода. Это и есть Майдан. Это и есть Майдан. Мы видим нарушителей закона, которые идут и публично нарушают закон, разрушают государственность, участвуют в Майдане, раскачивают государственность в России. Стоп Майдан! Стоп Майдан! Стоп Майдан! Стоп Майдан! Неадекватные вообще. Это неадекватные, я не знаю. Это... Да, вот у них, кстати, санкционированный митинг. Им разрешают за Путина топить. Я, мы Сергей Фургал! Свободу! 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 Смотрите, какие красивые, какие красавцы! Свободу! Свободу! Смотрите, какая-то уже часть людей повернула, какая-то часть еще выходят с площади, в круг делают. А сотрудники полиции вон стоят со своими камерами, снимают лица. Догоняем. Догоняем, догоняем, догоняем. Догоняем, догоняем, догоняем. Тут у нас, ребят, есть небольшая автоколонна, но не будем показывать машины и номера. Вчера, кстати, на больнице, на третьей больнице повешали вот такой ночью плакат «Мы лечим больных ковидом». Вчера вечером его еще буквально не было, но уже сегодня с утра висит. Вот мы видим фургала-мобиль, люди, люди. Сотрудники полиции ходят. Вот они идут, охраняют. Раз, два, три, четыре девушки. Четыре девушки нас охраняют. Ну, пойдемте догонять. Со стороны, вот, мы увидели примерно сколько народу. Идут сотрудники полиции, люди им кричат «Полиция! Позор!» Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Снова видим Ростислава на столбе! Один за всех и все за одного! Ростислав уже высоты не боится, да? Не боитесь уже, говорю, высоты? Победа! 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 И все за столом! Боих не бросаем! А, да? А, вон там сбоку получается, да? Да, это они. У них там аппаратура и все. Вот они следом подняют. Так вот откуда они подключаются. Как такое? Так, у нас пьяного вывели с толпы. Сотрудников полиции просят убрать его. В руки сотрудникам полиции. Ну вот, остальные... А, ну вот, девушки вернулись. Попросили его убрать. Ну вот, сотрудница полиции, кстати, его отводит. Значит, не просто так она ходит тут. Охраняет. Убирается. наitta. Toici! Голой царя сейчас кричат Так, наша Накарповна, смотрите, в окне машет Напомню, что журналисты вместе с активистами делают ремонт Дома помогают, купили холодильник Она вот поддерживает Кабаровчане машут Благодарят за поддержку А, вот у нас ребят Палыч На своем джипе с Свободы Кургалу Мы слышим, у него с колонок играет Все на месте сегодня машины Максим Кукушкин, здравствуйте Все на месте Вот я слышу, с Фургалом Абиля сейчас играет новая песня Исполнительница девушка Но, правда, от нас далеко, что песенку не послушать Очень много песен за последнее время сочинили для Хабаровского края Для Хабаровского в поддержку Сергея Ивановича Кургала Партию, ядро, побоиное ветро Пытаюсь отогнать начало колонны, чтобы возле Комсомольской площади остановиться и посмотреть, сколько народу сегодня вышло на протест. Да, снега в Хабаровске нету, травка зеленая еще есть. Сегодня мы догнали Фургала Мобиль. Когда мы едим, мы непобедимы, мы слышны, что мы с нашей Родиной беда. Когда мы едим, мы вместе, мы спросили страна, с нашей Родиной беда. С нашей Родиной беда. Они стоят под палящим огнем, они идут под холодным дождем. Им в лицо ветер заманый бьет, но ни шагу назад, вперед. Они идут и награды не ждут, им награда аресты и суд. Но зато не поругана честь. Герои на свете есть! Спасибо, Ольга! Обратись ты к небу взором, вера в Бога нам дана. Не гляньте ее позором, да у неба попроси. Боже дает моток свободы, благодатью о России. Нашу землю, все народы, Россия, поднимись в скале. Слышен ветер перемен, открыто небо над тобой. С нами Бог, с тобой, со мной. Россия, пробудись от сна, балом правит сатана. Отрекись от лужи, у Бога, брандух о лужи. Россия, поднимись в скале, ты слышишь ветер перемен. Ответа небо над тобой, с нами Бог живой. Россия, пробудись от сна, балом правит сатана. Отрекись от лужи, у Бога, брандух о лужи. Отрекись от лужи, у Бога, брандух о лужи. Россия, пробудись от 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 лужи. Продолжение следует... Продолжение следует... Где-нибудь на остановке я попытаюсь остановиться, показать вам, сколько народу вышло. Смотрите, небольшая группа людей идет все-таки по тротуару, поддерживает. Не все готовы идти по проезжей части, чтобы не было за ними преследований и каких-то... Так, ну все, давайте мы здесь и остановимся, чтобы посмотреть, сколько народу. Продолжение следует... 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 20 но его сегодня снова пытались остановить остановили точнее сотрудники полиции за то что у него колеса видите ли не такие ну сказали не такие у него колеса но проверили документы кстати отпустили его да больше тысячи не сомненно пишет нам не назуравская спасибо давайте вот узнаем у сотрудницы так она от нас убежала я хотела спросить у нее может ли она снимать на личный телефон а вы разве можете снимать на личный телефон но на личный телефон скорее всего сотрудники полиции снимают для своего блога куда-нибудь в instagram а теперь она включила свою камеру и снимает на камеру такая вот девушка у нее глаза прекратите аресты участников протеста сейчас кричат люди сотрудники тпс требует покинуть проезжую часть кстати если вы заметили сегодня нету николая за николаем уже третий день подряд приходят эшники стучаться к нему но он им не открывает поэтому сегодня его тоже здесь нету так же как и светлана и так же как и екатерина девушка которая часто носила плакат самого утра к ним стучатся эшники и сотрудники полиции вот еще стоят снимают полиции позор сейчас кричат люди это не вам кричат а скорее всего молчат ну ладно не хотят они с нами разговаривать вот идут две девушки слева кричат полиции позор со связью что-то прерывается периодически у татьяны красильникова давайте вы может быть татьяна перезагрузитесь потому что ну вот пока еще никто не писал а Мы перешли на улицу Тургенева, а сейчас будем подниматься к площади Славы. Это знаете, вот пишет Сергей, Кристина Прикольная, недавно, ну я сижу в чатах, в телеграммах, читаю там, что пишут, как бы информацию, и вот в чатах очень любят обсуждать нас, журналистов. И в одном из чатов было написано, ну до этого, знаете, канал Активатики как-то особо не обсуждали, а тут почему-то взялись и за нас с Катей обсуждать. И вот мне понравился так один комментарий, знаете, пишет, канал Активатики, там две девушки, Кристина и Катя, а Катя как строка новостей, а Кристина просто красивая, знаете. Ну вот я долго, как бы, конечно, смеялась, что Катя у нас прям журналист-журналист рассказывает все новости, а Кристина, якобы, нет. Поэтому к разным комментариям мы уже привыкли и к плохим, и к хорошим. Вот сегодня за столько долгое время мы идем по определенному маршруту, да, по улице Тургени, по Муравьева-Амурского. Вот сейчас перейдем еще на улицу Ленина, где всегда поддерживают люди, где всегда бабушка Карповна, потом Ниловна. Сейчас детишек мы встретим наконец-то. Поэтому вот, всех увидим. Иркутского активиста Павла Хари Туаненко оштрафовали на 15 тысяч за организацию шествия в поддержку в Хабаровска. Ну вот у нас тоже тут, конечно, штрафуют, штрафуют. Ну надо, чтобы как-то карту помощи, кто получает штрафы, показывали обращение к людям, помощи. Что-то я хотела сказать и забыла. А, вот, про Катю. Кате привет написали. Екатерина сегодня будет, если будет вечернее шествие, то Екатерина будет сегодня вечером. Поэтому вы с ней можете поздороваться. Вот стоит такая вот женщина. Вы почему плачете? Здравствуйте. Так, у нас пока женщина сейчас маску одевает. Приветствуйте. Гордость за хабаровчан. Ну да, вот только... Спасибо, вы не плачьте, не переживайте. От радости. Вот, ладно, до свидания. Вот женщина увидела на остановке, которая стояла, приветствовала хабаровчан, и у нее слезы были от радости. И говорит, что сидя дома она ничего не видит, так как по федеральным каналам ничего не показывают, только в интернете. Да, действительно так. Сегодня 113 день. Как федеральные каналы молчат, можно увидеть только в интернете, в прямых трансляциях, в ютубах, но не все сидят в интернетах, к сожалению. Как-то помню, в одну из субботу тоже шел мужчина, у него чуть-чуть со слухом проблемы, и он спрашивает у меня, а что здесь происходит? Я ему, ну, ответила, что как бы люди вышли в поддержку Сергея Ивановича Фургала, он тоже не выдержал, расплакался, говорит, да вы что? А он даже не знает, понимаете, потому что тоже мужчина на пенсии, сидя дома, по телевизору, естественно, это не показывает, поэтому неудивительно, что очень много людей до сих пор не знают, что происходит в Хабаровске. За 113 дней прошли почти все люди Хабаровска. Да, люди меняются, кто-то постоянные, которые выходят каждый день, мы их всех прекрасно знаем. Так, сейчас мы поднимемся. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, мы сейчас проходим по улице Тургенева, где купил Дегтярев себе квартиру. Но насколько вот нам известно, правда это или неправда, что Дегтярев вон именно в том доме купил себе квартиру. Но это не точная информация. Смотрите, кто-то уже поднялся в Комсомольской площади, кто-то еще поднимается в гору. За 113 прошли почти все люди Хабаровска. Не вышли чиновники, боятся потерять свои кресла депутаты. Где вы? Да, хороший вопрос, где они? Ну, были. Вот Кукушкин выходит. Еще были депутаты, которые выходили. Вот выходят, знаете, кто? Именно кто состоит, либо входит в партию КПРФ. Вот эти выходят всегда. Полиции, позор, фру, кричат, кричат. Ой, а что-то у нас камера начинает. Смотрите, вот он у нас дом, где всегда поддерживают детишки. Тут висит плакат Хабаровск, я, мы, Фургал, свободу, Фургалу. Город на холмах у вас, что ли? Да, город на холмах. К сожалению, наши малыши выйти не могут, потому что в школе им запретили поддерживать. Но по секрету они стоят вместе с мамой вот возле подъезда, мысленно поддерживают. Активисты несут пакеты с сладостями малышам. Вот. Но мы их снимать не будем, чтобы не навредить детям. Вот в этом доме, говорят, купил себе Дегтярев квартиру. Но не знаем, насколько это правда, но возможно, что правда. Вот возле этого дома, где якобы купил Дегтярев квартиру, вот сейчас мы слышим, как кричат Дегтярев пошел вон. Губернии позор! Как дела? Все хорошо. Все живы, здоровы, невзяты. Да, так потому что нас не возьмешь. Что-то, вот lost them. Да, я поснял там. Чётках. Кефирчик. Ага, кефирчик. Я, мы, Сергей Пургал! Я, мы 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 Сергей Пургал! Поднялись к площади Славы. Переходим на улицу Ленина. Я показываю верхушку. Много участников протеста боятся попасть в кадры, чтобы не платить штрафы, потому что у многих уже было предупреждение. Что если они попадутся, тогда будут нести административную ответственность. Мы перешли на улицу Ленина. Еще раз повторюсь. Идем к площади Ленина. Даже на площади Славы видим, как молодой человек с ребенком кормит голубей. Хабаровский голубей кормят везде. Девушки шли... Ольга, девушки шли в масках, но все равно переживают. Вот, мы поднялись с улицы Тургенева. И, кстати, стало довольно тепло. Вот, сейчас мне, кстати, пришло оповещение с Ютуба. У нас также есть в Ютубе канал Активатика, поэтому можете пересматривать эфиры на Ютубе. Также там есть видео, нарезки. Поэтому не только в Фейсбуке мы. Вот еще один депутат Василий Харитонов. Кто говорит, что депутаты не выходят, выходят они и выходят. Но их очень мало. Катя сейчас выложила какое-то видео на Ютубе, на канале Активатика. И вот я увидела, вспомнила вам сказать. Снова начинается разрывистое между людьми, потому что много пенсионеров, которым тяжело подниматься по улице Тургенева. И, получается, вот небольшие разрывчики. Фургал Мобиль и люди, которые идут впереди чуть-чуть помоложе, идут быстрее. А вот пенсионеры у нас чуть-чуть не успевают за всеми. Вот, тоже с балконов поддерживают две женщины, машут. К сожалению, зачастую видны только несколько ребят. Рюкзаков или маленькая часть колонны. Есть такие улицы, на котором действительно тяжело как-то снять и показать. Поэтому я хожу от начала колонны в конец, с конца в начало, чтобы можно было бы послушать, что кричат хабаровчане. Потому что лозунги исходят разные. Вот мы видим ссылку на ютуб-канал наш. И ссылка в инстаграм на наш канал. И, получается, в инстаграме, 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 Когда мы едим вместе, вместе в краю страна, Слеза Родина века, с малов итогов, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует... 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 Прошу прощения. Прям, даже, знаете, жарко стало в Хабаровске после шествия. Здравствуйте, здравствуйте. Блин, Борис! Я с вами обязательно поделюсь. Спасибо. Нам нужна поддержка всей страны. Нам нужна поддержка всей страны. Всей страны, нам нужна поддержка всей страны. Я с вами обязательно поделюсь. Нам нужна поддержка всей страны. 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 Продолжение следует... О, мы наконец-то догнали начало колонны. Пойдёмте снимать спереди. Пойдёмте. Так, все, догнали. С нашей Родиной века. Когда мы едим, Вместе мы с тела. Проснись, страна. С нашей Родиной века. С нашей Родиной века. Нас не обмануть, Позор продажешь ты. Руки прочь, А кукала убери. Я, ты, Он, она. Кабаровчанам всем ура. И мы не забудем Жесткость ОМОНа. Как били бы нас Дубинками города. Не простим Никогда. Когда мы едим И непобедимы Русных странам. С нашей Родиной века. С нашей Родиной века. Когда мы едины, Вместе мы с тела. Проснись, страна. С нашей Родиной века. С нашей Родиной века. с нами всё Были реинитов?? ООО-ОО... ОООО... ООО-О ООООitable! МИТ を С tadi, Когда мы единой, И непобедимы. Услышка нам. Сейчас мы будем переходить на улицу Пушкина. К Площади Ленина. Субтитры делал DimaTorzok Машины. Ждем зеленый свет. Ждем зеленый свет. Улицу Пушкина, которая ведет к площади Ленина. К сожалению, нету нашей Ниловны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поддерживают люди с такси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В Комсомольске сегодня люди внезапно собрались на несанкционированный митинг. Еще вчера ничего не предвлечало, а сегодня вышли с флагами на площадь Ленина. Гордимся Хабаровским краем, гордимся Хабаровским краем. Дальневосточники своих не бросают, дальневосточники своих не бросают. Требуем уважать наш выбор, требуем уважать наш выбор. Фургал наш выбор. Амурск, Комсомольск, Наамуре, Хабаровск. Солнечный, поселки Ольбан, Пиваль, Славянка, Бикин, Вязинская, Переяславка. Маяк, Биробиджан, Благовещенск, Краснодар, Владивосток. Комсомольск, 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 Комсомольск. Так, к сожалению, мы вынуждены покинуть Фургала-мобиль, потому что песня защищена авторскими правами, и нам придется убежать от нее подальше, потому что после этого эфиры не пропускают. Здрасте. Руки прочь от Фургала. Здравствуйте. Привет. Как дела? Ормально, хорошо, отлично. Друзья, всем привет. Так, это был у нас Вова, который ходил до этого в костюме дракона, как всем известно. Наш выбор, наш Фургал, кричат люди. Вот, кто-то еще спускается, кто-то уже сейчас будут подниматься в горку снова. Просят люди прекратить аресты участников протеста. Действительно, сегодня с самого уже утра эшники пытаются задержать хабаровчан. Хабаровчан, это Светлану, Екатерину и Николая, который выходит, выходил каждый день. Николай это с тросточкой, как мы все помним. До этого его не трогали, но вот уже буквально третий день подряд сотрудники полиции. Вот машина едет, кстати, по встречной полосе, пытается подняться на улицу Пушкина. так делать нельзя, но он зачем-то едет на людей и едет именно по встречке. Он едет по встречке, колонна машин уже движется на него. Валентин сейчас на площади... А, Фредди, это Валентин и есть. Смотрите, он на площади возле второго киоска с кофе собирает подписи для поддержки Сергея Ивановича. Ну все, он там остался, поэтому все хорошо. Так, ну мы бежим догонять, догонять. Так, красный свет, успеем мы перебежать? Да, успеем, потому что люди еще... Вот зеленый. Не нарушаем. Марина должна была вчера прийти, но почему-то не пришла. Не знаем, вот информации не знаем. Она сейчас не дома находится, поэтому я вам ничего сказать не могу. Приходит к ней, либо нет. Вот снова у нас новый плакат. Как мы знаем, каждую субботу он разными цветами. Сейчас. Так? Мечта дальневосточного народа в сердцах рождает яростное рвение. На крыльях нашей веры летим уже 16 долгих и волнительных тем. Мечта дальневосточного народа в сердцах рождает яростное рвение. На крыльях нашей веры летим уже 16 долгих и волнительных тем. Бивый народ Хабаровска края, подобен сказочной ложке. Вот такие вот прекрасные пыльники. Вот это вот молодые люди, они каждый день, ой, каждую, точнее, субботу приходят с разными цветами плакатов, делают свой счет, поддерживают. Они сейчас поднимутся на площадь и мы подойдем еще раз попробуем прочитать. Потому что рядом стоял журналист и меня сбивал. Я не могла читать, я прощу прощения. А, вот сотрудники полиции. Женщина стоит. Они что-то говорят, она показывает им что-то. Написано на плакате, у сотрудников полиции вся машина внутри в камерах. Снимает, ай, блин, падаю. Прошу прощения, запнулась. А что у вас там было написано? Здесь и сейчас полиция вас всех заколыхает. Полиция вас всех заколыхает. Поднимаемся в площади Ленина. Тротуары плохо положены в Хабаровске. Люди ходят, спотыкаются, потому что плитка ребром стоит. Вот. Очень много людей уже поднялись на площадь, но мы идем в конце. Поэтому мы только поднимаемся. Поднимаемся по тротуару, чтобы подняться быстрее. Я обещала подойти к Валентину, чтобы узнать информацию, когда можно, если не сегодня, подписать петицию. Валентину! Арanish sort of water! Скорее всего, пога dead! Ар nuestros cursos! Ого, понял, кучи дела? Уже子 на поднимемся. Ааа. Аа. Ааа. Ох. Хааха. Ааа. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот так вот парковка на площади Ленина закрытая Субтитры делал DimaTorzok Поддержку Сергея Ивановича, чтобы Сергея Ивановича На домашний арест Прошу прощения, отдышаться не могу Там кричат нодовцы Зомбированные люди с другой стороны Прям очень громко кричат Адвокаты попросили собрать Подписи в поддержку, чтобы Сергея Ивановича Отправили домой на домашний арест Под домашний арест Прошу прощения Так, идем к Валентину Валентин пока разговаривает Здравствуйте Валентин, вот скажите Сегодня первый день Для подписи и петиции Нам сказали, что будет 14 дней До 15 ноября надо собрать Смотрите, если сегодня кто-то вот не успевает Где они могут подписать? Мы обсудим это И Светлана, понятно Это все мы не обсуждали Это все сверстки Вчера, вчера эта информация поступила Мы все сверстки это сделали в данный момент Но сегодня-завтра мы на определенной Сейчас в Светлана подойдет Где-то поговорим Может кто-то будет волонтер Кому-то войдет так Люди, как это на районах Номерами объединяются Чтобы они проносили У тебя немного же народу приходит Кому-то доехать не может Кто-то на работе Возьмут все эти листочки И как у тебя на районах Люди будут заполнять Каждая подпись Она очень важна Для Сергея Ивановича И мы надеемся Что люди все-таки верят И любят нашего народного губернатора Как мы Ну вот мы знаем Что много людей Не отпускают с работы Грозят увольнение Поэтому возможно Они помогут в петиции В своей подписи Все понятно Спасибо вам, Валентин Так, ну все Информацию Сегодня-завтра Узнаем Они еще Сами пока Про завтра Спроси Ну вот Валентин же сказал Сегодня-завтра Они обсудят И Ростислав Даст информацию Скорее всего Куд Волонтеры Но я после эфира Обязательно свяжусь С Ростиславом И в вечернем эфире Мы вам подскажем Где можно Будет подписать Петицию Вот видим Уже хабаровчане Прошли круг И Кто-то уже Ходит Домой Отдыхать Кто-то кормит голубей Нет Видите Адвокат Это же попросили Адвокаты Сергея Ивановича Поэтому Скорее всего В интернете Никак нельзя Раз В таком Быстром Режиме Начали Собирать Подписи Эшники Ходят Знаете Здороваются С нами Как со знакомыми Со своими Аж это Аж не по себе Становятся Вот сейчас Один из сотрудников Центра Э прошел Поздоровался Я аж Растерялась Полиции Позор Кричат Хабаровчане Но снова Выходят Сотрудники Полиции С рупором Чтобы Чтобы Предупредить Об Административной Ответственность Вот Сотрудник Полиции Говоришь В рупор Что-то Но его Не слышно Потому что Играет Очень громко Музыка И Хабаровчане Тоже Не забудем Не простим Сейчас Встреча 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 Мы забудем, не простим! Мы забудем, не простим! Фашисты! 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 вот кстати скорее всего не сегодняшнее число потому что я узнала тут активистов которые сегодня одеты подругой ну по-другому одежда друга да скорее всего скорее всего взломали смотрите